продолжаем знакомиться с нашими замечательными вредителями магнолии с небольшим перерывом видим что они расположены на нижней стороне листьев исключительно на верхнюю сторону видите сейчас на этом растении они все просто личинки маленькие по вылезали вылупляются вот если я поверну листик появляются сами эти насекомые они в виде такой вот я сказал белых таких мешочков находится это есть самочки самочки полужескокрылых насекомых раздевающихся по принципу отложил яйцо выросла личинка стала взрослой особью и снова начинают откладывать яйца червецов очень много в европе имеется несколько различных семейства все они отличаются тем что червец и сосущие насекомые очень необычные только есть одно редкие исключения это конечно же не щитовки потому что щитовки щитовки в виде пластиночки находится это не по-видимому кокциды это по-видимому мучнистые червец и семейства все вода как отсутствие Еще есть похожие войлочники, есть еще семейство кашенили, дактилопиды, войлочники эриококциды, кашенили, дактилопиды, есть очень необычные кермесы, кермезиды, очень большие, крупные, активно передвигающиеся маргарадиды, очень крупные, пластинчатые червецы, ортезииды, и семейство парно-железистой червецы, астероликанииды. Итак, что же мы можем сказать про мучнистых червецов псевдококциды? Они очень широко распределены, червецы или войлочники, или ложноподушечники. В семействе отписано свыше 2000 видов, и 300 видов можно встретить в Европе. Кого тут к нам занесло, еще неизвестно, потому что здесь они очень маленькие личинки, и требуют специального микроскопического исследования. В период яйцекладки самка заключена вот в такой именно ватообразный мешок, вот в виде такой ваты, есть пластинка на теле, и в этом мешке находятся яйца, из которых вылупляются личинки. Некоторые в виде являются вообще яйца живородящими мучными червецами. Множество опасных вредителей культурных растений включено в семейство как раз этих мучнистых червецов. Сейчас мы на них еще посмотрим, если здесь более крупным планом. Вот снова мы видим это тело, щиток и яйцевой мешок. И множество личинок, которые сейчас начнут вылупляться, сейчас я их быстренько покажу. Сейчас пинцетиком пододвину. Вот они, пожалуйста, в нашей любимой личинки, в которых здесь такое, тысячи тысяч. Вот, чтобы вы знали, какое их количество будет, если запустить момент заражения вашего растения. Они сразу начнут активно распространяться. Часто, как описывается в литературе, причиной появления червецов является ослабление растений, плохие условия роста. Ну, сейчас, по-видимому, это очень сильная жара и засуха в последние дни. Они часто появляются в помещениях, потому что мучные червецы развиваются также и на растениях, растущих в закрытом грунте, в комнатных условиях. У меня тут нету растений в моей комнате, так что им некуда будет перебегать. И, конечно, если оно у вас появилось в домашних условиях, нужно обязательно провести очень активную уборку, чистку вашего растения. Может быть, даже обработать каким-то инсектицидом. Единственный вид, который полезный, является кошинель. Кошинель – это известный такой червец. Сборное такое, целое даже название нескольких видов насекомых, которые используют для добывания красного красителя кармина. Для этого берут вот этих маленьких личинок, видимо, их расталкивают вместе с вот этими лицевыми сумками и имеется такая более стойкая краска путем растворения насекомых в уксусной кислоте или под воздействием высокой температуры. И эта краска, как кажется, натуральный кармин, используется в пищевой, парфюмерной и другой промышленности, даже для гистологических препаратов. Возможно, как раз нам удастся посмотреть этих прекрасных личинок также под микроскопом, для чего сделаем микроскопические препараты. И посмотрим, как эти замечательные личинки, которые распространяются пешим ходом и пешим строем, сейчас отсюда в моей лаборатории. Но они тут на жаре сразу же высохнут и погибнут, поэтому ничего страшного не произойдет. Если вам было интересно узнать о таких необычных вредителях, пишите, замечали ли вы такие белые наросты на ваших растениях, как вы с ними боретесь и боретесь ли вообще, и удивило ли вас то, что такое количество может появиться личинок в результате того, как будут расти эти насекомые. И вот мама, особь, женская особь, червеца, даст такое количество молодежи, неисчислимое количество молодежи. Так что будьте внимательны и осторожны с вашими растениями. До новых встреч, с вами был Виктор Фурсов. Пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Покажу следующую пробу, что там в ботаническом саду. Надо будет пойти поубирать, листики постричь в качестве такого садовника. Проведу там чистку. В поисках тоже биологического метода защиты растения, а именно наездников, которые могут развиваться на этих щитовках, на этих червецах мучнистых, потому что у мучнистых червецов есть много природных врагов, насекомых, наездников. Вполне возможно, на каких-то особях разобьются и наездники, тогда удастся им их показать. Спасибо за внимание, пока-пока, до новых встреч. Пишите, понравился ли вам этот ужас. Пишите, понравился ли вам этот ужас.